Всем добрый вечер, это первая студия. Сегодня у нас тема горячая, в буквальном смысле горящая. Горел Шалдай, горел БНУ. И об этом мы сегодня будем говорить с начальником департамента по чрезвычайным ситуациям в Павлодарской области, генерал-майором Джумашем Засуланом Кадыргужевичем. Засулан Кадыргужевич, что сейчас происходит в Шалдае? Здравствуйте. Как вы знаете, что 15 числа в 14.30 на территории резервата Ель-Сурмана, это Степное лесничество и Бауртауское лесничество. Это ближе к области Абай, да? Нет, это наоборот. Это поселок Сугур там такой есть и Жанавовый поселок. Вот между ними, вблизи границы с Российской Федерацией, вот там Степное и Бауртауское лесничество находятся. Произошел, значит, от сухого разряда грозы. Мы это место уже нашли, там вот эти деревья, которые первыми дали засечки. Осечки, да, сам очаг возгорания, вот при этом он усугубился очень сильным ветром, там 18-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение до этого КАЗ Гидромет нас предупреждал, мы давали. Там были порывы до 25 метров в секунду. Может быть даже и больше, причем потому что, но мы верим только официальным цифрам, которые нам давали. Кто первого обнаружил? Значит, с вышки поселка Шугур, там у них находится лесное учреждение, вот Степное и Лесничество. Они первыми засекли его, значит, это был, значит, 8-й, 9-й, 10-й квартала Степного и Лесничества. Это основное, нет, это основное, которое вот они засекли, подняли, значит, они свое ЛПС, это лесная пожарная инстанция. К тому же, заблаговременно по поручению, значит, министра по чревечайным ситуациям, мы передиссоциировали из города Павлодар один пожарный пост номер 11, который прикрывает сейчас весь этот резерват. Почему? Потому что для экстренного реагирования, для ввода сил в оперативном порядке, это даже очень лучшее, и оно эффективность свою показало. Какое время? Да, они, да, выдвинулись, и в течение где-то 7 минут они от Санраше до Сугора, там буквально напрямую 7 минут езды, и сразу тоже приступили. Если бы, конечно, вот ввод вот этих сил в экстренном порядке не был бы осуществлен, конечно, я не знаю, но там был ветер постоянно менялся. Он шел западный, юго-западный, и в течение 4 часов смогли уже голову его, ну это голова, то есть в каком направлении идет пожар. Если ветер, значит, северо-западный в то время был, он шел на 123 квартал, это в сторону Российской Федерации, там примерно порядка 8 километров до границы. Вот, постепенный поэшелонированный ввод сил, мы одновременно сразу подняли по этой же команде, не стали ждать свой второй эшелон, потому что первый эшелон у нас работал в это время в Байнаульском районе. Там тоже параллельно горело? И поэтому, значит, второй эшелон прибыл в течение двух часов, кроме этого, значит, мы подняли входящий в состав второго эшелона две единицы техники, мы дополнительно в поселок Шарбахте, это районный центр Шарбахтинского района, пожарная часть номер 7 у нас там находится, туда передассоциировали одно отделение с техникой, ихнюю технику, то есть 15 человек и две единицы техники мы с Шарбахтов отправили, пока с Павлодара прибудут основные силы. Ну и резерват поднял со своих лесных учреждений, Шалдаевского, других лесных хозяйств, все свои силы. Все пришли? Да, все пришли. Мною было доложено министру по чрезвычайным ситуациям генералу Шарипханову, он собирался там, делал в том, что параллельно с нами и, значит, очень сложная оперативная обстановка сложилась в области Абай, он собирался ехать туда, но так как, посчитав более нужным и более сложной обстановкой у нас, он вылетел к нам. Сразу дали же команду на привлечение воздушных судов с ВСУ, с Павлодара мы, вот вертолет прикрепленный за нашей Павлодарской областью для проведения разведки. То есть одновременно. И как раз Аким области с моим заместителем, я занимался вопросами как раз в Экибастовском регионе, сельский округ Марголан, где до этого был пожар, где там пострадали животные, там этими вопросами. Но был вынужден тоже. По-моему, обстановка была очень сложная. Очень сложная, почему? Потому что у нас в это время было 4 пожара, из них 2 сложных действующих, это было Баяна-Ульский район и Экибастовский регион, и Вахкулы, третий, ну как, мы его там на полуостров загнали, это лесничество Черное, Хазлагашский сельский округ. Там тоже горело. Да, там тоже горело, вторые сутки. Ну, представьте себе, если по данным, которые нам предоставляет МЧС, по всей республике было более 2200 термоточек, это грозовые разряды. Из них 588 грозовых разрядов было на территории Павлодарской только области. Одна четвертая, да, практически? Да, даже более чем одна четвертая. И после нас там Акмолинская область, но они в разы все равно меньше. То есть, представляете, да, вот когда по территории области рассередоточено, вот происходят разряды, сухие разряды грозы. Ну, понятно было, что своими силами как бы уже не справились. Да, ну, у нас, видите, как, значит, мы заблаговременно всегда делаем расчеты. То есть, если где-то происходит крупный пожар, и наш гарнизон не тянет, то есть мы полностью показываем площадя пожаров, какие виды природных пожаров. Это или крупные степны на территории Гослесфонда или в резерватах. Почему? Потому что Гослесфонд у нас делится на две. Есть резерваты республиканского подчинения, которые к комитету лесного хозяйства относятся. Как раз вот этот шалдайский наш город. Да, да, как шалдайский. Есть вот лесничество черное, я вот, которое говорил, это относится к полударскому лесному учреждению, КГУ, так называемое, и он относится, подчинение находится в управлении недропользованием природных ресурсов. Вот. И, значит, после, значит, там Аким области как раз на облете был, и он тоже экстренно туда прилетел, мой заместитель там был, значит, я направил туда руководство службы пожаротушения департамента. То есть, так получилось, что в течение часа, максимум двух часов, руководство МЧС, руководство области, ну и подразделение МЧС, то есть мы, все мы уже экстренно прибыли в тот район. То есть, это вот золотое время, оно не было упущено, да? Да, да, да. То, о чем мы говорили в области Абай, что там очень поздно все среагировали. Ну, я там не был, я не могу давать оценку. Ну, об этом уже все говорят, что там очень поздно все отреагировали. Мы не все, понимаете? Ну, это радует, что такая реакция молниеносная была. Нет, мы не все, поэтому мы не имеем права говорить. Так может говорить только тот, кто исследовал этот пожар. В чем, на ваш взгляд, хорошо, что вот обошлось без жертв, и что вот удалось потушить, локализовать, пока еще не было полной ликвидации, да, этого пожара? Ну, вы знаете, почему вообще я, когда докладывал министру и Акиму области о локализации пожара, это было в воскресенье уже, 16 числа, в 14 часов, в 14 минут. После проведения крайней разведки, как наземной, так и воздушной, было принято, в принципе, решение. Почему? Потому что ни открытого огня, ни задымления, ничего уже не было. В принципе, уже где-то в районе 10-11 часов, там отдельные небольшие очаги, которые оставались, мы как сделали? Мы разделили, вот весь пожар отсекли, на три участка разделили и полностью окольцевали весь периметр и внутренние очаги. Вот, окольцевали их, и тогда уже легче. Там все по-разному тактики принимают. Дело в том, что минерализацию там, опашку делать было сложно. Почему? Потому что песок осыпается, и поэтому нам приходилось именно только чисто вот... Воздушные суда нам очень помогли, и с земли мы уже своей техникой, все вот эти оставшиеся, залитые в односливные устройства воздушных судов, мы их добивали на земле. И вот она пошла быстро и эффективно, и в течение... Можно было, конечно, в один час дать локализацию, но, вы знаете, всегда надо... Почему? Потому что само слово локализация или ликвидация, она расколаживает, и мы его не давали, долго держали. Для чего? Для того, чтобы конкретно несколько раз, несколько групп, все, чтобы перепроверить, и только после этого можем давать локализацию. Какая площадь сгорела? Мы взяли максимально площадь 850 гектаров. Почему? 22 квартала полностью взяли, но видите как, там же, где отсекали внутренние, вот, по внешнему даже периметру, если брать, то где-то одна треть квартала, где-то половина квартала, где-то край квартала, буквально там один выдел квартала. Но все равно мы все это засчитали пока за основу. И получилось 850. Но сейчас будет проводиться дознание, расследование данного пожара, весь учет. Почему? Потому что местным исполнительным органом Мещербахтинского района принимается решение о объявлении чрезвычайной ситуации. Да, вы, кстати, объясните, почему вы такое решение принимаете? Объявление чрезвычайной ситуации, почему? Они заседание КЧС уже провели, все в соответствии с постановлением правительства, приказом, тогда КЧС когда был в составе МВД, но он сейчас с дополнениями от МЧС. Приказ есть и закон о гражданской защите, он определяет весь порядок. В соответствии с расчетами он, получается, подпадает под местные, да, и как чрезвычайные ситуации. Это и ущерб, это и расходы, это и площади, то есть исходя из всех показателей, которые есть. То есть это объявляется не из-за того, что там еще не потушено, а именно чтобы восстановить материальные расходы и так далее? Нет, там, видите как, там решение, заседание КЧС уже было проведено, но так как Аким район находился на месте, заместители Аким района находились на месте, почему? Потому что районный оперативный штаб, у него уже службы все вот эти есть, то есть служба питания, служба ГСМ, служба инженерная, транспортная, они все находились на пожаре и они занимались именно на вспомогательных участках. А был еще штаб пожаротушения, вот, РТП в соответствии с нашими приказами и лесным кодексом в обязательном порядке и руководители учреждения. Конечно, можно было бы объявить чрезвычайную ситуацию объектового масштаба, но, извините, это же все равно и район, в основном занимались вопросами именно как на вспомогательных участках, а иногда от вспомогательных участков, кроме боевых, зависит 90% успеха. Поэтому было принято решение, что будет объявлена чрезвычайная ситуация. А где еще будет объявлен такой режим? Ну, видите как, нет, вот чрезвычайная ситуация, потом дальше механизм идет. После чрезвычайной ситуации, вот, оно все локализовано, полная ликвидация прошла. После этого, когда чрезвычайная ситуация снимается, после этого, там же на последнем заседании районного штаба, вот, принимается решение и утверждается план ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это очень большая и очень ответственная работа, в которой идет и санитарная очистка, и возмещение ущерба, и вопросы иного характера. То есть, выделение средств. Да, не только выделение. Все почему-то думают, что возмещение ущерба только основа. Нет, там очень много по перечню видов работ, понимаете. Такая же вот ситуация, например, в Викибастовском регионе, там тоже будет объявляться чрезвычайная ситуация, хотя степная площадь, да, 127 гектаров, оно, это Маргуланский сельский округ, вот, значит, там погибли домашние животные, 173 единицы, из них 60 коз и 13 барана. Вот, там идет прямое возмещение. Кроме того, там, значит, сейчас дознание проводят расследование. Почему? Потому что там одна заявила. То есть, все заявления принимаются в обязательном порядке, они все рассматриваются комиссионно, актируются. Вот, сейчас проводится там загон, он временный загон, понимаете, и у этого загона нету никаких документов. Вот, вон, в степи стоит загон на ночное, значит, охранение, скажем так, или как, чтобы волки не идут для мелкого рога. На него ничего нет, но это временное, понимаете. Но все равно у него уже трудозатраты были, то есть это все будет приниматься решение на это все. Комиссия будет работать, да? Да, комиссия, да. Комиссия по расследованию, она будет в полном объеме. Ну и наши дознаватели дадут данные, из-за чего, конкретно, причины какая. И самое главное, дознание будет определять, почему случился пожар, почему именно на такой площади, причины этой площади, ну и все остальные дальнейшие действия. Ну, там, видите, каменистое плато. Точно так же сейчас и в Баянаульском районе наши сотрудники проводят расследование пожара. Это, значит, в основном там от крестьянского хозяйства до него дошло, а нет такое. Оно пришло со стороны Долбинского лесничества, БГНПП. Вот оттуда вот пришло. Ну, там ущерб как? Мы сейчас считаем поиски, потому что территория большая, 800 гектаров. Там кругом сопки, горы. Вот среди них у хозяина этого, он не всех еще лошадей собрал. Вот сейчас полностью всю вот эту территорию исследует. Вот он пока, говорит, я еще 15 где-то не нашел, но там эти нашел, этих не нашел. Когда полностью будет исследовано, тогда он подаст заявку. Почему? Потому что он сейчас... Тоже режим ЧС будет? Ну, там, да, тоже объявляется режим чрезвычайной ситуации. То есть, получается, у нас в трех, да? Да, в трех регионах, да, мы будем этот. Ну, а по Черному, там уже чисто расследование проводит инспекция по охране лесов. Вот здесь департамент. Ну, вот после этих вот сложных возгораний, какие выводы сделаны? Ну, какие выводы? Дело в том, что мы, в принципе, как с 4 апреля в этом году ввели, значит, пожароопасный период. В соответствии с поручением министра, вот когда сильная жара пошла, мы опять перешли в режим функционирования повышенной готовности. То есть, на два караула, резервные караулы, конечно, это тяжело, но так получается, что нам нужно вот именно не в постоянной готовности, да, повседневной такой, а в повышенной. Повышенной это означает, что, понимаете, все наши силы, они выдвигаются. То есть, один караул, например, мы же в основном, согласно закона, охраняем от пожаров селитебные территории. Это, ну, населенные пункты. Жилые, да. Да, ну, жилье, населенные пункты, а для остальных это пожарные посты местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, и если в лесах, то это лесных учреждений, лесные пожарные станции. Получается, только вот такими совместными силами? Да, да, да. Именно общей работой удалось избежать? Значит, совместный план, он утвержден заместителем Акима области по реагированию на любые пожары. Он сработал в этот раз план? Конечно, сработал. Почему мы в течение меньше суток смогли, да, справились, да. И самое главное, что и министерский план очень хорошо сработал, что прибыли вот эти силы, они уже ночью начали прибывать и с марша прямо заходили в лес, и мы их там, там у нас специальная комендантская служба была создана, которая распределяла их по участкам. Мы вот по мере того, как они идут, мы расставляли. Этим занимается штаб пожаротушения. Руслан Каджиевич, я благодарю вас, что вы в таком сложном графике нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о ситуации в Шалдай. Наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале Ертас. Встретимся на телеканале Ертас.